Будем понять, что ближе России. Потому как одевается население страны, а уж тем более ее лидеры, можно судить о состоянии экономики и политическом курсе. Хороший костюм – это прежде всего эффективный инструмент воздействия на окружающих, особенно для политика, ведь он должен нравиться и вызывать доверие. Есть общая тенденция, конечно же, если человек всегда одевается ярко, если он всегда следит за тем, что он одевает, как он одевает и куда он в этом идет, то, конечно, можно ожидать, что степень воздействия его на тех людей, которые рядом окружают, будет выше, чем у того, кто всегда в джинсах и потертном свитере ходит на все встречи, на все какие-то мероприятия. Многие западные лидеры сегодня стараются иметь какую-то особенность в кардеробе. Например, эстонский президент Ильвис практически никогда не расстается с бабочкой и позволяет себе экстравагантные шляпы. Британский премьер Кэмерон, консерватор, его фирменный штрих – все оттенки синего. Обама даже на встречах с избирателями никогда не позволял себе джинсы. Его фишка – только деловой костюм. Всегда в топе рейтингов самых стильных и наш президент в костюмах от Брионе. Он частенько нарушает правила, ввел моду на пуховики и кожаные куртки, оставаясь при этом в рамках классики. Чем жестче политический курс, тем меньше индивидуальности в костюмах, подметили эксперты. В Северной Корее царство френчей и военной формы. В Китае свободнее, но все равно чиновники трудно различимы для европейского глаза, сообщает журналист из Пекина Сергей Чудинов. Вы никогда здесь не увидите лидеров Китая, например, с бабочками, как то можно увидеть у президента Эстонии. На одной из встреч с Бараком Обамой он отказался снимать свою любимую бабочку. Здесь подобного ни за что не произойдет. Все наряды лидеров и правящей партии абсолютно одинаковы, вы не заметите никакой разницы. Нарядов, наверное, много, но они абсолютно идентичны. Красноярские политики, чиновники и депутаты, безусловно, стали деваться лучше и заметно дороже, отмечает дизайнер Людмила Антонова. Но слишком безлика на ее вкус. Да, ткани шикарные появляются, модные какие-то там плечики, без плечиков, там длинно, узко или коротко. Но вот эти вот сочетания цветов, синий, серый, черный, ну там плюс какие-то там сложные сочетания, плюс какие-то спокойные цвета сорочек. Да, немножко изменился воротничок, немножко изменилась ширина галстука, но в основном это так, чтобы быть незаметным, неброским. И в этом, по мнению экспертов, пока мы все-таки ближе к Китаю. Татьяна Каминская, Сергей Раков, 7 канал, Новости 24. Спонсор проекта – сеть магазинов модных обоев «Дом Куприяна».